Плюсов у закрытых придомовых территорий масса. Чужие машины не проедут, да и незнакомые люди теоретически попасть на такую территорию не смогут. Именно поэтому жильцы многих многоквартирных домов все чаще устанавливают во дворах шлагбаума и огораживают их заборами. По закону на это имеют право все без исключения. Для того, чтобы это сделать, в любом случае, будь то муниципальная земля, будь то оформленная в собственность, им необходимо собрать собрание, принять решение на этом собрании двух-третьих голосов, источник финансирования, определить из чего они будут, из содержания жилья это финансировать, из других каких-то работ. А также ответственное лицо назначить, чтобы заниматься оформлением документов, которые предусмотрены правилами благоустройства в городе Рязани. Также, если у них будет на руках проект, они должны его будут согласовать с органом архитектуры и градостроительства в городе Рязани. Также с ресурсоснабжающими организациями при размещении этого огорождения вокруг своего дома, чтобы не попасть на коммуникации, будь то водопровод, канализация, электричество, теплоснабжение. Если же земля муниципальная, то также нужно будет получить разрешение на использование земельного участка в управлении земельных ресурсов и имущественных отношений. Однако жильцам домов нужно понимать, что забор и железные ворота далеко не гарантия спокойствия. Буквально на днях в нашу телекомпанию обратилась Татьяна Бахтина. Женщина специально приобрела квартиру с огороженной придомовой территорией, думала в первую очередь о своем спокойствии. Однако оказалось, что в собственном дворе она не может чувствовать себя в безопасности. Дело в том, что молодые мамы из соседних домов часто приходят на эту детскую площадку. Однако Татьяну возмутило то, что они считают себя вправе впускать туда и других посторонних людей. На сделанное замечание одна из гостей двора отреагировала неадекватно. Она начала меня оскорблять, кричать, обзывать алкашкой. Она жала алкашей, сидишь, завидуешь. У меня благополучная семья и дети. Вот, она стала оскорблять. Потом на этом не остановилась. Я вызвала милицию. Она видит мои действия и подошла, значит, и на меня кинулась душить. Почему-то полицию данный факт не заинтересовал. А ведь на видео, снятом камерой видеонаблюдения, которое установлено на доме, видно, как девушка хватает Татьяну за шею. Сегодня молодая мама, участница этого конфликта, вновь на детской площадке. Изложить свое видение ситуации она отказалась. Зато высказалась еще одна посетительница закрытого двора. Я пришла уже в разгар конфликта, когда уже между женщинами был конфликт. И я не знаю, как это все началось, но началось. Я пришла в разгар конфликта. Я как раз зашла, и конфликт уже был. Дверь я могу открыть сама. Он начался не из-за меня, он начался из-за вас, потому что вы спровоцировали этот конфликт. Конечно, кто прав, кто виноват, сейчас разобраться сложно. Однако соседи, которые стали свидетелями этой сцены, утверждают, что конфликт начала молодая мама, которая, по сути, не имеет права находиться на огороженной территории без согласия на это самих жильцов дома. Татьяна сделал ей замечание. Вы, говорит, вы сами вот сюда пришли и еще привели сюда троих там. Это же ТСЖ, вот, товарища собственников дам жилья, а вы сюда всех сводите. У нас детей своих здесь полно там. Она ей ничего, она к ней подошла, на нее прям сразу овца, а на меня. Я стала засыпаться за нее. Она говорит, а ты замолчи, алкашка, сейчас глаза тебе выколю. Ну а продолжение мы, собственно, видели на видео. Конечно, разбираться в подобных ситуациях – дело полиции. Будем надеяться, что конфликт не получит дальнейшего развития. Однако факт остается фактом, агрессивных людей становится все больше и больше. И не всегда закрытые территории могут от них уберечь.